Время проходит Все, победитель Егор Прожерин позволил оппоненту набрать балл в дебюте Но затем случилось наглядное подтверждение того, что усердная работа всегда даст плоды Я нашел все мотивации, силу и заправился на болевой Как раз этот болевой мы отрабатывали с тренером буквально на позапрошлой тренировке Особых сенсаций первенство Тюмени не подарило Тех, кого наставники сборной области давно держат в поле зрения, подтвердили свой статус и после карантина В День здоровья в Тюмени по всему городу функционировали 64 площадки И почти каждая несла свой смысл Немало детей в очередной раз приняло участие в фестивале дворового спорта По себе знаю, что все большие победы начинаются именно с дворового спорта Главное детей заинтересовать, дать им почувствовать вкус победы И направить их, чтобы они дальше продолжали заниматься спортом Чем больше созданы условий для занятий физкультурой, тем солиднее число детей будет вовлечено в процесс Подарок в виде инвентаря, более чем желанный презент для тех, кто любит спорт в себе, а не себя в спорте Это же мотивация, это ребенок Всегда должен быть в любом соревновании какой-то интерес, мотивация должна быть ребенка Праздник, время дарить подарки В Тюмени в День здоровья в Гилевской роще появился очередной спортивный объект Памп-трек Именно активность, активность в велосипедном спорте и предпочтении горожан Вот именно активного образа жизни и катания на велосипедах, конечно же, это сегодня налицо И, безусловно, этому, опять же, способствует создание, ну, такой доступной и комфортной среды И в том числе вело дороже в нашем городе Спортплощадка небольшая, но уникальная Плавные изгибы конструкции сооружения полезны не только начинающим Для велосипедиста это, как бы, такое, немного интерактивное занятие Как именно для меня, а для остальных, ну, в принципе, то же самое Сам велоспорт это, как бы, физически развивающее, но больше на выносливость Здравствуйте, в эфире новости спорта, подготовленные агентством Тюменская арена Хоккейный клуб Рубин с яркой победы начал чемпионат ВХЛ Припозднившаяся из-за карантина со стартом сезона команда приняла на льду дворца спорта Партиком Самарский ЦСКА ВВС Волжане, проведя 8 матчей, были на ходу Но Тюменцы просто смели соперника за предельной активностью Счет на пятой минуте с передачи Егора Попова открыл Денис Давыдов Который сначала из-за травмы, а затем коронавируса Не играл на официальном уровне 7,5 месяцев Вскоре Егор Бабенко и Семен Иванов закрутили ураган на пятачке соперника А Георгий Бусаров отправил отскочившую к нему шайбу в пустой угол На старте второго периода гости один гол отквитали Но очень скоро затяжная атака Рубина увенчалась отменным пасом из угла площадки в центр на Александра Федотова 3-1 В дебюте третьего периода шансы Волжан стали совсем призрачными Попов заработал на себе удаление Бабенко и Иванов снова закружили головы защитникам А забытый всеми Бусаров оформил дубль Военные летчики отыграли еще один гол А голкипера сняли аж за 5 минут до сирены Но получили ювелирный парашют через всю площадку в пустые ворота от Георгия Бердюкова И были вынуждены признать поражение На сегодняшний день самое важное это результат Все остальное это наши внутренние дела Мы во всем разберемся, подтянемся и так далее Важно здесь не провалиться И вот результат он важен Все остальное оно придет Безусловно мы далеки еще от своего идеала От своей игры, от всего вообще далеки Даже далеки от того, что было на предсезонном последних матчах Выдающийся тюменский легкоатлет Павел Тринихин объявил о завершении спортивной карьеры Чемпион Европы становился обладателем нескольких медалей командного первенства Старого света Выступал на Олимпийских играх А также выкосил для региона десятки наград на внутрироссийских стартах Теперь 34-летний сибиряк хочет заняться тренерской деятельностью Он хочет передать накопленный опыт юным легкоатлетам второй с дюшор Как оказалось, Павел уже пробовал преподавать резерву Все подготовку на Левика Он у меня маленький хоккеист Тюменский легион, 13-й год И по возможности буду ребятам помогать Именно по общей физической подготовке Мы немножко, когда вот эта вся пандемия была На улицах встречались с ребятами, уже они меня знают То есть я уже не как Папа Левик, а как тренер День здоровья в Тюмени в первую субботу октября Многолетняя традиция Пандемия оказалась способна ее изменить Но ни в коем случае не отменить Мероприятия прошли по всему городу Главной площадкой стала территория возле школы номер 43 Что в Заречном микрорайоне Это настоящий спортивный центр для местных жителей Во-первых, футбольная поля Пусть и не дотягивающая до международных масштабов Но все равно очень добротная Во-вторых, волейбольная и баскетбольная площадки Качественное покрытие, нужное оборудование, все на месте В-третьих, универсальный корт В теплое время года для мини-футбола В холодное заливайте лед и бейтесь в игру настоящих мужчин Плюс беговая дорожка и тренажеры Тот стадион, который мы сегодня открыли И ряд спортивных комплексов, которые входят в общее спортивное ядро Возле 43-й школы Это, конечно, пример того, как можно обустраивать территории Которые свободные, застроены в существующей же жилой застройке И это прекрасная возможность сделать условия для занятий спортом Не только тем, кто занимается в школе Но и непосредственно всем жителям данного микрорайона Вот только недавно мы завершили работы по возведению этого спортивного стадиона И видим, насколько популярное место у людей разного возраста Здесь у нас отдыхают дети, занимаются спортом Профессионалы и, конечно, люди старшего возраста Прекрасная возможность включиться в проект «Спорт. Норма жизни» Всего же в этот день в Тюмени проходили спортивные мероприятия На 64 площадках Пусть и в новом формате, но День здоровья все равно состоялся День здоровья мы постарались тоже немножко переформатировать Традиционно он у нас проводился на 8 больших площадках Которые собирали примерно до 1000 участников Но, опять же, чтобы не провоцировать эту ситуацию В этом году у нас проводилась традиционная неделя здоровья На базе детских садов, общеобразовательных школ Учреждений профессионального образования, в том числе предприятий, организаций Фитнес-клубы, наши партнеры В течение недели определенные двигательные активности Организовывали на базе своих учреждений На сегодня у меня все Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона Вы узнаете на нашем сайте asnta.ru До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова